Свиягу снова засыпают. Так сейчас ульяновцы массово в социальных сетях комментируют отсыпку реки песком. Жители обеспокоены. Неужели приток Волги снова под ударом? Свободный от песочных оков Свияга осталось только под одним пролетом моста. Мэрия свою версию происходящего уже дала. Согласно официальному заявлению, отсыпка технических площадок, цитата, необходима для работы спецтехники, которая будет разбирать конструктивные элементы переправы, а затем монтировать новую центральную часть моста. Все работы, согласно все тому же комментарию, ведутся по проектно-сметодокументации и прошли государственную экспертизу. Однако на днях на аппаратном совещании в администрации глава города раскритиковал реконструкцию моста на Минаево. Критику не выдержала скорость выполняемых работ. К сожалению, из стройки в стройку мы сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Что подрядчики работают по какому-то там своему графику, неведомому заказчикам. Меня, честно вам скажу, меня не устраивает, что на объекте работает 60 человек. Это капля в море. Для такого объекта это самый крупный инфраструктурный проект не только в городе Ульянске, но и в Ульянской области сегодня. Сейчас в регионе нерестовый период. На Куйбышевском водохранилище он начинается с 25 апреля и продолжится до 5 июня. А это значит, что строительные работы в пойме и водоохранной зоне в этот отрезок времени запрещены и должны проводиться уже после. Это прописано и в проектно-сметной документации. Есть правило вовско-каспийского бассейна. Там статья есть 37.1. Любительское рыболовство в Ульянской области. И там описываются сроки запрета, что можно ловить, что нельзя. Действительно работают все по постановлению правительства Российской Федерации 384-м согласовываются с Федеральным агентством по рыболовству. Все согласования у нас производят в Средневовском территориальном управлении, которое находится в городе Самара. Экозащитница от лица общественности Наталья Лазарева уже отправила письмо в природоохранную прокуратуру и руководителю Росприроднадзора с просьбой пересечь засыпку. Со слов Натальи, она изучила документы. Решение засыпки приняли в срочном порядке 1 мая. Тем самым заказчик нарушил как свой договор, так и федеральный закон. Если запрет прописали даже сами у себя в проекте, то, простите, какая такая экспертиза разрешила это делать в нерестовый период? Ну, гибелью нерестящейся рыбы это произойдет. Ну, извините, есть законы. Федеральный водный объект, тем более в таких сложных условиях гидрогеологических, да, там разгружаются грунтовые воды с остальной рядом, опознавая вообще эту зону. То, что так нельзя засыпать. Так вы положите мост сразу тогда по земле, засыпьте вы ее. Вот как бы у меня будет отдельная жалоба к делу, у нас будет проблем по охране кружесей среды и природы, которым надо этим всем избирать. В Росприроднадзоре, в свою очередь, нас заверили. Жалобу от экозащитницы еще не получали. Накануне на аппаратном совещании Алексей Русских задался вопросом, почему не общественность, не представители СМИ, не в курсе засыпки. Засыпки, почему вы хотите информировать людей по управлению моей матери? Настолько плохо, что не общественность с СМИ оказывается не в курсе засыпки Русской реки и дальнейших действий в рамках управления. Глава города Дмитрий Вавилин согласился с замечаниями по медиасопровождению стройки и обещал исправиться. По данным мэрии, после всех строительных работ песок все же уберут земснарядом. Но насколько растянутся эти работы и не нанесут ли они действительно ущерб? Как говорится, время покажет. А мы продолжим следить за развитием событий. Продолжение следует...